Я рад видеть еще и еще ребят, которые приезжают сюда. Мы ждем еще, по сути, еще много, намного больше, чем те, кто находится сейчас здесь. Человек один сам по себе не в состоянии достичь цели, потому что достичь цели означает достичь свойства отдачи. И сколько бы я сам не представлял себе, что это такое, что такое свойство отдачи, я не смогу себе это представить правильно, это невозможно. Всегда это будет некая эгоистическая форма, очень далекая от истины. И возможно это сделать только за счет взаимопомощи. Творец подготовил связи между нами. Он привел нас, чтобы мы были вместе. Мы не знаем, почему мы именно те, мы, кто есть вместе, в разных группах, удаленные друг от друга или близкие друг к другу, друг к другу в этом мире. Но ясно нам только одно, что должна здесь быть взаимная помощь. Я товарищам, товарищи мне, я к ним с правой стороны относительно его левой, он относительно, то есть он ко мне относительно правой. В общем, вот эта взаимность обязывает нас к тому, чтобы разломать любые преграды на любых расстояниях. И обязывает нас стараться и объединиться выше любых помех и над всеми различиями. Поэтому я всегда должен видеть товарища, неважно, в каком виде я бы его не видел, как помощь от противоположного. Помощь для меня, напротив меня. Так что он проявляется передо мной таким образом, творец его представляет мне таким образом, а я должен принять его, воспринять его цельным. И все, что я вижу в нем, это то, что называется каждый отрицает через собственные недостатки. И поэтому есть несколько видов нашего поведения друг с другом и помощи друг другу. с одной стороны, все отрицательное, что я наблюдаю в товарищах, даже небольшое отличие от совершенства. Я должен носить это с собой, с самим собой. Это во-первых. Во-вторых, все, что товарищ представляет мне, я должен видеть, что этот творец представляет мне так помощь, которую посылает свыше. То, что сам по себе он все еще не может мне открыться. Потому что я все еще не готов, как только я приложу правильные усилия относительно принятия товарища как совершенного, этим я подвожу себя к состоянию, что творец в нем раскроется мне. И это касается всех. Поэтому мы должны стараться. Мы не знаем еще, как это происходит. как это все через нас проводится относительно всех остальных. Но мы должны помочь друг другу. Мы должны не отступать от правильного восприятия. Мы должны быть как можно ближе к этому осознанию, что у нас нет другой связи друг с другом, кроме как связь с Творцом. И товарищи это единственные, кто в этом мире способны помочь нам выстроить правильные связи. и поэтому правильное намерение мыслей, выражения, речи, все, что нам необходимо для того, чтобы поддержать товарищей, чтобы они не сбились, чтобы не удалились от правильного восприятия. Чтобы в ту секунду, как я вижу товарищей цельными, совершенными, это означает, что я исправил себя, и тогда я нуждаюсь, тогда я достоин раскрытия Творца. Еще раз повторяю, в ту секунду, когда я вижу товарищей совершенными, это признак того, что я исправил себя, и тогда вместо них я чувствую я и он, и они это единое, в этом всем раскрывается Творец. Поэтому в общем от любви к творениям к любви к Творцу. Есть статья у рабаша, которая объясняет, как один помогает друг другу. Человек да поможет ближнему своему. Мы сейчас ее почитаем, эту статью, а потом и по статье, статья не длинная, мы проведем семинар. Пожалуйста. Человек да поможет ближнему. Напоминаю, вопросы можно присылать через интернет сайт, стойка интернета работает, мы ждем ваших вопросов. Человек да поможет ближнему, рабаш, том первый. Следует понять относительно того, что товарищ может помочь товарищу. Это происходит только в месте, где есть нищие, богатые, мудрые и глупые, герои слабые и тому подобное. Но в то время, когда все богатые, все умные, все герои и тому подобное, в чем человек способен помочь ближнему? Но мы видим, есть одна вещь общая для всех, то есть настроение, как говорят, забота в сердце человека помогает другим, потому что относительно того, чтобы у человека было приподнятое настроение, не поможет человеку ни его богатство, ни его премудрость, ничего такого. Именно человек способен помочь ближнему в том, что он видит, что тот находится в низменном состоянии и, как написано, не может сам человек спасти себя из дома заключения. Только товарищ может сделать ему приподнятое настроение. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни. И он снова начинает постигать силу уверенности, жизни, счастья, начинает, как будто его цель сейчас находится близко к нему. Из этого следует каждый должен обращать внимание и думать, а в чем он может помочь ближнему, в чем он может поднять его настроение. Потому что относительно настроения каждый способен найти у товарища место потребности, которое может наполнить мы изучаем, что сотворено цельное, полное, единое колею, наполненное свойством отдачи и находящееся с этим свойством отдачи в отожествлении, то есть с Творцом. Творец это и есть свойство отдачи. И это желание изначально из-за того, что оно вторичное, что оно сотворено этим свойством, поэтому получается, что оно управляемо этим свойством и у него нет никакой возможности самостоятельно определить или решить ни единого действия, ни единого движения. Таким образом, желание не существует само по себе. цель силы отдачи передать этому желанию, которое сотворил, стать свободным, потому что сила отдачи не терпит, не в состоянии вытерпеть, когда существует что-либо находящееся в безвозможности выразиться стопроцентно, чтобы не могло бы самостоятельно постигать, быть взрослым, большим, понимать, как он. Меньше это для отдачи страдания, если существует нечто, зависящее от него и находящееся не в состоянии, как оно, это свойство. это свойство Творца таково, насколько мы можем вообще говорить о нем. И поэтому желание делает сокращение в его присутствии, он уменьшает желание, свое влияние на желание, которое было создано, предоставляя все больше и больше свободы для желания. Пустота, нет, может, космос, пустота, свобода, пустое место, пространство, возможность самостоятельно для желания восполнить себя. Так Творец себя сокращает и с помощью сокращений он все меньше управляет, позволяя Творению самостоятельно управлять, он разбивает желание для того, чтобы желание почувствовал себя в несовершенстве, предоставляет ему самые разные возможности начать самостоятельно устремляться к совершенству. И это и есть наше нахождение в этом мире. Таково наше состояние, когда Творец силы отдачи абсолютно скрыта и мы должны из очень удаленного места начать узнавать, определять, что нам недостает. а затем по тому, что недостает, постараться достичь для того, чтобы позволить нам раскрыть это несовершенство. В нас заложены противоположные свойства. И главное, перед нами находится не неживое растительное животное, а люди, подобные нам. Когда я за счет зависти, тщеславия, почести, особым отношением к ним могу понять, что может быть совершенным состоянием. в чем оно? В чем оно? И моим отношением к каждому буквально я могу это разглядеть, раскрыть. И работа, по сути, простая, как я вижу. Во всем этом мире, в конце концов, что мне нужно раскрыть? что все это мироздание, которое ощущается во мне, правит лишь одна единая сила отдачи. И тогда я должен увидеть все это мироздание, насколько оно помогает мне. Оно целиком помощь от противоположного, то, что называется. Оно обратно. зеркало. И тогда я должен увидеть передо мной есть проекция, есть зеркало, как говорит Бальшимтов, есть зеркало, что мир это те, что я вижу, это проекция меня. Если я что-то вижу вне себя, если исправляю себя, то в той же в этом особенность этого особого свойства, этой особой возможности, которая предоставлена нам в этом мире. Если люди объединяются вместе для того, чтобы достичь раскрытия Творца, они могут помочь друг другу, все время подталкивать, поддерживать как мы можем измениться для того, чтобы его раскрыть. И каждый в этом должен показать другому пример. Каждый должен поддержать другого. Каждый должен поднять настроение другому, показать радость. и тогда у нас всех будет достаточно силы и желания поработать с собой, чтобы увидеть любого, каждого совершенным и всех вместе совершенными. если мы придем к состоянию, к такому ощущению, когда все мы находимся в совершенном обществе, где все мы в такой единой форме гомогенной тут же придет раскроется сила общей отдачи творец. и к этому мы приходим придем по сути нет у нас ни в чем какого-то недостатка мы много учились мы много вложили сил мы должны стараться реально просто взять и реализовать нашим общим взаимным участием усилием мы сейчас с вами проведем семинар и начнем выяснять реально практически как мы можем поддержать друг друга можем сконцентрировать мысль сердце в состоянии чтобы увидеть вокруг себя не группу не товарищей а желание одно совершенное хотя и состоящее из всех но всех совершенных всех объединенных всех соединенных мы вместе с тем раскроем и очень большие силы помир и какой-то туман и путаницу и вдруг какая-то тяжесть в разуме и в чувствах мы почувствуем насколько каждому из нас как бы еще много не достает для того чтобы достичь того состояния состояние о котором мы говорим мы как раз увидим как вдруг не настолько все важно как наш разум как бы не функционирует есть какой-то туман и чувства не соответствуют но не знаю но как бы мне не хочется и не могу отреагировать я помню как раньше я скакал и был готов готов выскочить из самого себя мы этим раскроем помощь это отягощение сердца мы поймем что если мы сможем приподняться над всем этим усилиями то вдруг это раскроется вдруг все соединится все эти наши усилия объединятся в одно и мы почувствуем себя как действительно объединенными и не будет нас волновать совершенно ничего все что было раньше исчезнет скрытие растворится мы почувствуем что мы действительно просто открытыми сердцами соединяемся в одно сердце и в них находится сила отдачи меж всеми может быть эти волны отягощения сердца мы все-таки сможем сосредоточиться и преодолеть их новое преодоление новое отягощение пройдут волнами но мы все время должны находиться в одном направлении мы должны не бросать его каждый должен держаться так держать себя крепко и прилагать усилия внутри видеть всех совершенными только от меня сейчас все зависит весь мир все наши килим для этого готовы и только я я должен добавить свой один грамм последний грамм и тогда все произойдет и это произойдет